Что происходит в кулинарной школе? Глазами самих учеников хочу показать. Сейчас мы зайдем в личный кабинет. То, как видят это ученики. Здесь есть раздел ученики школы кулинарной. И вся работа начинается в организационном разделе с проверки прав доступа, со знакомства. Знакомство и вообще каждый поток кулинарной школы начинается с такого вебинара, где мы знакомимся. Я рассказываю правила нашей игры. Мы именно играем, а не просто учимся скучно. Потому что мы отправляемся в такое кулинарное путешествие на поиски сокровищ. И вот идем по такой карте, по такому пути. Перемежая какие-то этапы обучения с этапами, когда мы получаем бонусы дополнительные. И все происходит в веселой форме, в командах. Есть капитаны кораблей, есть групповые соревнования. Все это достаточно весело и интересно. После знакомства первая наша большая тема – это меню и планирование. Как устроено внутри все. Видите, вот здесь пять тем. И каждый день открывается новая тема. Каждая тема состоит из видео. Таких заданий, видео уроков небольших. Там нет никакой воды. Буквально на минут пять. Иногда чуть-чуть больше, иногда меньше. Я рассказываю какую-то теоретическую часть, показываю. Если это кулинарная часть, то вместе готовим. Если это теоретическая часть, то показываю какие-то вещи. Например, здесь как организовать меню с помощью карточек, рецептов. Даю очень много в теоретических частях, очень много разных таблиц, шаблонов, списков. И, конечно, тоже есть видео, как этим всем пользоваться. Вот видите, здесь, например, я рассказываю, как пользоваться автоматической таблицей, которая составляет список покупок. И, конечно, даю саму таблицу. Тут можно перейти по ссылке и ее скачать. Есть домашнее задание. И в конце каждой темы есть проверочный тест, который позволяет вот в таком режиме самостоятельному убедиться, правильно вы понимаете что-то или нет. Например, делайте задание, и тест вам сразу ставит оценку. Плюс, если вы все сделали правильно, и красным подчеркивает, если что-то не удалось понять, и нужно будет еще раз вернуться к материалу. Видите, вот такой тест. Так, следующая тема. Выбор и первичная обработка продуктов состоит из шести под тем. Ну, например, мясо. Первая тема. Тоже это серия видеоуроков, где не теория, а где я очень практически. Вот, например, картинка – это теория. А когда я уже иду на рынок и видео сняла специально для кулинарной школы, где мы вместе с мясником прямо на туши показываем, какая часть туши из чего. Например, вот говядина, тонкий край. Мясник показывает, из какой части он ее вырубает, для чего она подходит. Видите? Тут говядину мы изучаем. Дальше – как выбрать свинину. И тоже такая же часть. Какая, что для чего нужно. Как выбрать баранину. Основные правила выбора мяса. И в видео, и в табличном виде. Ну, бонус, секрет шашлыка. Тоже домашнее задание в конце. Домашнее задание индивидуальное и для работы в командах тоже. Вот, например, тоже выбор первичной обработки продуктов. Ну, вот еще один вам кусочек покажу. Например, выбор фруктов и ягод. Тоже не теория, не тексты. Я показываю какие-то конкретные вещи для сравнения. Вот это хорошо, вот это плохо. Показываю признаки порчи. Или наоборот, признаки хороших. Яблок. Как отличить хорошие фрукты от плохого. Здесь как раз тема про выбор ягод и фруктов. Вот такое видео. Примеры тоже есть с объяснениями. Обязательно даю списки продуктов для следующих тем. Например, следующая тема заморозки. Вот я даю заранее, чтобы вы могли составить список покупок. И вот тест есть тоже в конце урока для самостоятельной проверки знаний. Но давайте заглянем к тему про заморозку. Она длится у нас две недели. Видите, сколько здесь под тем. Каждый день открывается. Кроме воскресенья новая тема. Да, ну вот, например, мы подводим итоги. Очень часто наши все командные работы, турнирная таблица. Награждаем победителей разными бонусами. И тоже вот видео уроки про выбор, про разделку, зачистку, очистку. Все показываю. Не только рассказываю, а на примерах сразу же демонстрирую, как все это сделать. Как, ну здесь у нас тема про заморозку. Соответственно, как что-то замораживать, да. Как что-то готовить. Здесь у нас тема про приготовление и заморозку бульона. С разными кулинарными хитростями, тонкостями. Но вот видео тут идет 10 минут. Как осветлить бульон. Как заморозить его. Таблицы, задания и тоже тест. Следующая у нас большая тема. Три блюда за 30 минут. Тоже две недели. Тоже здесь каждый день, кроме... То есть получается 12 тем каждый день, кроме воскресенья. Есть блоки теоретические. Например, я рассказываю, как сделать чудо-таблицу. И как ее пользоваться. Та, которая вам составляет список покупок. Сама-сама составляет меню. Вот здесь объяснение. Показываю, на какие кнопочки нажимать. Как она работает. Конечно же, даю саму таблицу. Причем в трех вариантов. И ошибки, которые могут в ней возникнуть. И есть практические. Ну, например, когда я даю готовые сценарии. Свои три блюда за 30 минут. Вот сам сценарий видео записанный. Как это делать. Ну вот, смотрите. Начиная от списка покупок. И дальше уже в таком прямом эфире. За 30 минут готовлю. Показываю, в какой последовательности. Что нужно сделать. Очень простые, но вкусные рецепты. Ну и в итоге, что у нас получается. Рецепты. Кому неудобно смотреть видео в текстовом варианте. Обязательно таблички. Например, последовательность действий. Можно скачать отдельно список покупок. Можно скачать список кухонного инвентаря. Задания. И самостоятельно, и для работы в классе. Большая следующая тема. Тепловая обработка. 6. В ней тем. Секреты варки, жарки, запекания, формы нарезки, панировки и так далее. Вот, например, секреты варки. Подводим итоги нашего кулинарного путешествия. Видеоурок. Так как варка большая тема, то тут почти на полчаса видеоурок. И вот тоже показываю. Рассказываю много каких-то. Демонстрирую, как что работает. И домашнее задание. Проверочный тест. Блюдо, которое должно уметь готовить любая хозяйка. 6 больших, очень больших тем. Ну, например, первое блюдо тоже вам покажу. Состоит из видеоурока. Где на примере двух супов я показываю, как их готовить. Как они должны выглядеть. Ну, например, вот как приготовить этот идеальный борщ. Вот этого, того самого идеального цвета. И умопромрачительного вкуса и запаха. И как раз домашнее задание и есть. Его приготовить. Вот такой борщ. Второй борщ. Второй суп, который мы готовим. Рассольник. То есть, тоже вместе. Такое кулинарное видео. И вообще, вот эта вся тема. Три блюда. После трех блюд за 30 минут. Начинаются такие кулинарные чисто темы. Когда мы учимся готовить. И причем я рассказываю не просто рецепты. Рецепты это скучно. Я рассказываю принципы. Разные лайфхаки. Как, что нужно сделать, чтобы приготовить. Какие-то принципы самые основные. Это все можно узнать оттуда. Секреты шеф-поваров. Щедро делюсь. Очень много останавливаюсь. Какие-то моменты. Обращаю внимание. Кулинарные разные нюансы. То есть, видео. Потом объяснение в виде теории. И проверочный тест. Какие-то темы очень большие. Ну, например, вот тема у нас. Как замораживать овощи, фрукты, ягоды, зелень. Смотрите, она есть сначала теория. То есть, я рассказываю как. Основные принципы. Потом показываю. Как это организовано у меня на примере. Что в морозилке. Как хранится. Как замораживается. А потом идет прямо большая серия видео. По каждому продукту отдельному. Например, как заморозить помидоры. Три способа. Да. Видите. Как заморозить зелень. Несколько способов. Щавель. Клубнику. Даже там. Быстренько вам покажу. Несколько способов. Что-то не в видеоформате. Что-то есть в формате вот таком текстовом. Очень большие темы. Они даже справочные просто остаются у учеников кулинарной школы. Для того, чтобы они могли потом, когда и кулинарная школа закончится, и начнется сезон заморозки, к ним возвращаться. Ну и последняя тема кулинарной школы. Это как готовить один раз на две недели. Смотрите. Тут у нас вебинар. И мы прямо в прямом эфире с ученицами составляем такой сценарий. Составляем меню. Список какой-то тех, всех кухонных приспособлений. То, что нам понадобится. Прямо в прямом эфире помогаю. И все ученицы сидят с тетрадками, ручками. И составляют свой сценарий. С моей помощью это очень быстро. И всю эту неделю как раз это такой выпускной экзамен в кулинарной школе, который заканчивается подведением итогов, выдачей сертификатов, больших бонусов, поздравлениями. И с ожалением о том, что эта замечательная школа подходит к концу. Ну, а если вы еще в ней не были, значит, у вас есть возможность присоединиться к ней, к следующему потоку. Под этим видео я оставлю ссылку, где она находится, где прочитать программу, условия участия. Приходите, не пожалеете. Не только научитесь готовить, но научитесь готовить просто, быстро, с удовольствием. Сэкономите время, которое вы проводите на кухне и получите удовольствие от общения в приятной компании.